Всем привет, с вами Информ ТВ. О том, что у Дмитрия Певцова был старший сын, общественность узнала, когда мальчику было уже 12 лет. Даниил появился в гражданском браке актера с его коллегой по цеху Ларисой Блажко. Пара познакомилась еще в студенческие годы, когда артисты только начали прокладывать свой творческий путь. Несмотря на рождение ребенка, они не торопились узаконить свой союз. А потом актер и вовсе потерял голову от другой женщины. Его чувства к Ольге Дроздовой были настолько сильны, что Певцов бросил свою гражданскую жену и сына, которому не исполнилось и года. Лариса безумно любила Дмитрия и не могла поверить, что он смог оставить ее с малышом. Она долго и тяжело переживала измену своего, как она тогда считала супруга. Чтобы избавиться от боли, Блажко решила начать новую жизнь. Она переехала в Канаду и освоила совершенно новую профессию – психоаналитика. Со временем наладилась и личная жизнь Ларисы. Она стала женой канадца и родила дочь. После 11 лет, проведенных за границей, Блажко все-таки решила вернуться на родину. Все эти годы Певцов не мог полноценно общаться с сыном на расстоянии, поэтому был безумно рад возвращению бывшей жены и Даниила. Постепенно отец и сын сблизились и даже снялись вместе в одном фильме. Казалось, парня ждет большое будущее, но в 2012 году он погиб. Молодой человек находился в квартире у друзей, где проходила вечеринка. Он потерял равновесие и выпал с балкона. Сыну Дмитрия было всего 22 года. Родители парня, конечно же, были вне себя от горя. Верующий актер очень сожалел, что не общался с сыном долгие годы и считал это грехом. Лариса же после смерти своего первенца полностью ушла в заботу о своей дочери Алисе. Блажко нашла в себе силы жить дальше. Сейчас ей 57, она прекрасно выглядит и олицетворяет собой настоящую бизнесвумен. Она является главой благотворительного фонда «Артист» и продюсером кинокомпании «Марс Медиа». Со своей дочкой Алисой они просто неразлучны. Девочке 15 лет и она мечтает стать актрисой. А Лариса делает все, чтобы мечта ее дочери осуществилась. А как вам кажется, был ли похож Даниил на своего папу? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!